Далую власть грабящую народ Почему москвичи готовы протестовать против сноса пятиэтажек, но не хотят политики? Дональд Трамп стал первым президентом США, который побывал у стены плача в Иерусалиме. Подробности первого визита Трампа в Израиль. За минувшие сутки на Донбассе были ранены двое военных. Основные обстрелы в районе Авдеевки. Нелюбовь Андрея Звягинцева лидирует в рейтинге критиков в Каннах. Какие премьеры проходят сегодня? Здравствуйте, я Тимур Олевский. В Подмосковье сегодня начался суд над дальнобойщиками. Речь об участниках Всероссийской стачки объединения перевозчиков России, которых задержали накануне. Минувшую ночь почти весь день они провели в Химкинском отделении полиции. Под окнами участка все это время дежурили другие водители большегрузов. Им обещали, что лидера протеста Андрея Бажутина и других задержанных не повезут в суд до утра вторника. Оказалось, это уловка, своеобразная уловка полиции. Зачем она была нужна, нам рассказал участник протеста Сергей Владимиров. У нас люди дежурили возле полицейского участка. Значит, начальник полиции вышел, сказал, что суд не повезут, сюда не будет, суд будет завтра в 10 утра. Люди отлучились для того, чтобы покушать буквально на 5 минут. И за эти 5 минут они успели вывезти троих людей с участка. И сейчас, на данный момент, состоится над ними суд. И адвокат, на самом деле, с трудом успел на суд. Тем не менее, группа поддержки не успела. В других регионах дальнобойщики начинают находить общий язык с властью. Так, в Челябинской области сегодня свернули лагерь водителей большегрузов на федеральной трассе М5. Еще раньше закончили забастовку самые активные участники стачки шофера из Дагестана. Что будет с теми, кто до сих пор не пошел на диалог с правительством? И на какую встречу может не попасть Бажутин? Подробности у Юрия Баранюка. Водителей, которые выступают против системы Платона и требуют отставки правительства, задержали в Химках накануне. Это кадры трансляции, которую дальнобойщики вели в Перископе. Причина ареста – якобы шоферы устроили несанкционированную акцию протеста. Они завесили один из своих грузовиков самодельными плакатами. Если вы сейчас не уберете это все, мы будем применять меры к вам задержания. Представление удела полиции, составление протоколов по статье 20.2 за участие и организацию. У вас как организатора, а остальных как участников. Человек в кадре, с которым разговаривает полицейский, Андрей Бажутин, лидер протеста дальнобойщиков. Здесь говорится, долой власть грабящую народ. Кто-то признает себя властью грабящей народ? Давайте не уступать в полемию. Вы обратились к этому плакату. Я вам еще раз говорю. Если вы сейчас не уберете это все с машиной и не разойдетесь, к вам будет применять физическая сила, специальное средство, доставление в отдел полиции. Кроме Бажутина задержали еще 10 человек. Как и обещал майор полиции, это сделали с применением силы. Дальнобойщиков взяли в кольцо бойцы ОМОНа и доставили в полицейский участок. Это последние кадры видеотрансляции. После того, как дальнобойщиков доставили в первое отделение полиции Химок, участники протеста потеряли с ними связь. У них должна была состояться встреча на площадке Совета по правам человека с представителями Минтранса, в частности, с Соколовым они собирались встретиться. И, собственно, поэтому они приехали на эту стоянку. Встали там и задержали их. Им якобы вменяют, что они участвовали в каком-то митинге, которого не было. Среди задержанных активисты из разных субъектов страны. Дальнобойщики начали свою бессрочную забастовку 27 марта. Тогда к этой акции присоединились почти все регионы. Они выступили против системы взимания плат из большегрузов за пользование федеральными трассами. Сначала с них просили полтора рубля за километр, а теперь почти два. Деньги собирает компания Игоря Ротенберга, сына бывшего спарринг-партнера Владимира Путина подзюдо Аркадия Ротенберга. Именно Ротенберг-младший владеет оператором системы Платон, компании РТ-Инвест, транспортные системы. В Дагестане бастовали сразу полторы тысячи водителей. Их пытались разогнать силами Росгвардии, но в итоге нашли дипломатический выход. Водители взяли паузу на полтора месяца. Если к середине июня эти требования не будут выполнены, дагестанские водители обещают продолжить протест. А пока свой лагерь свернули еще в одном регионе, в Челябинской области. Главные силы протеста сейчас сконцентрированы в Москве. Мы видим, что государственные органы власти не реагируют на какие-то бумажные работы. И мы, в принципе, едем им показать реальную свою силу и свои реальные лица. Собственно, что мы есть, что за бумажками стоят люди. Участников процесса будут судить по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях. За неподчинение требованиям сотрудников полиции и за проведение несанкционированного митинга. Юрий Баранек и Фархот Садыков. Специально для часа Тимура Олевского. С начала года в России прошло сразу несколько массовых акций протеста. Стачка дальнобойщиков лишь одна из них. Лозунги и цели при этом каждый раз могли отличаться, но результат почти всегда оставался неизменным. О том, против чего россияне протестовали в 2017 году, когда внутреннюю политику в администрации президента стал курировать Сергей Кириенко. И к чему это привело? Андрей Цыганов. Протестный 17-й, как это было и сто лет назад, стартовал в Петербурге. 28 января. Митинг против передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Акция на Марсовом поле собрала тысячи человек. Через две недели протестующие взяли Исаакий в живое кольцо. В марте снова несколько тысяч жителей Петербурга требовали проведения референдума по вопросу передачи собора РПЦ. Мы должны бороться за то, чтобы изменить эту систему. Если этого не будет, то мы так и будем бороться со следствиями, но сохранится причина. Итоги протеста таковы. Вопрос о референдуме законодательное собрание Петербурга не стало даже рассматривать. В РПЦ хотели видеть собор у себя уже к Пасхе, 16 апреля. Теперь обсуждают дату 12 июля. Передача может быть приурочена к дню первоверховных апостолов Петра и Павла. Многотысячные акции протеста лишь замедлили процесс передачи собора. Путин – это война! 26 февраля в Москве. Марш памяти Бориса Немцова. По данным полиции, 5000 участников. Организаторы насчитали 30 тысяч. Основные требования – наказать виновных в убийстве Немцова, освободить политзаключенных и вывезти российские войска из Сирии и Украины. Каждый год десятки тысяч людей выходят на акции памяти Бориса. И с этим шутки плохи. И придется идти на попятные. Они всегда идут на попятные, когда приходит много людей. Но, видимо, не в этот раз. Следствие по убийству Бориса Немцова продолжается. Руслан Геремеев, изначально проходивший в качестве подозреваемого, переведен в статус свидетеля и ни разу не допрошен. 4 марта. Штурм здания Кабмина в Казани. Около 300 вкладчиков обанкротившегося ТАТ-фондбанка добиваются встречи с премьер-министром республики и лично вручают ему ультиматум. Они требуют отменить решение об отзыве лицензий у татарстанских банков и возместить пострадавшим клиентам потерянные средства. Срок исполнения ультиматума – 3 дня. В правительном случае мы будем требовать отставки президента Нихану Александровичу. Спустя два месяца ТАТ-фондбанк все-таки признан банкротом. Большинство вкладчиков пытаются вернуть потерянное в судах. Премьер Ильдар Халиков, чьи отставки требовали протестующие, освободил свой пост, но уже назначен на новую должность в республике. На этой неделе вкладчики обещают провести новое массовое собрание. 26 марта. Антикоррупционные митинги по мотивам фильма «ФБК «Он вам не Димон». Десятки тысяч человек в десятках городов требуют отставки премьера Дмитрия Медведева и реальной борьбы с коррупцией в стране. В Москве власти отвечают немедленно – массовыми задержаниями. Дмитрий Медведев сообщает в Твиттере, что в этот день неплохо покатался на лыжах. В комментариях чиновников чаще всего возмущение массовым участием в акциях школьников. Как реакция – резкая активизация работы на молодежном фронте. В сети появляются песни, адресованные персонально протестующим школьникам. Топовых видеоблогеров приглашают в Госдуму. Параллельно судебные процессы по делу 26 марта. Первый приговор – 8 месяцев в колонии-поселении получает активист Юрий Кулей. Его признали виновным в применении насилия к полицейскому. 27 марта одновременно в десятках городов начинается стачка дальнобойщиков. Самая крупная – в Махачкале. Грузовики останавливаются прямо на обочинах дорог в знак протеста против новых налогов и системы Платон. Организаторы называют акцию «бессрочной». Вот так вот здесь в Чите бастуют, смотрите. На стоянку, на ***. Движение через Читу закрыто. В нескольких регионах лидеров протеста задерживает полиция. Позже, правда, всех отпускают. Премьер Медведев заявляет, что в акциях протеста против системы Платон участвуют всего 480 дальнобойщиков из 800 тысяч зарегистрированных перевозчиков. Протестующие такими цифрами возмущаются, но к середине мая их на самом деле остается лишь несколько десятков по всей стране. Система Платон не отменена и даже не пересмотрена. Митинг против закона о реновации в Москве 14 мая становится самым массовым после антикоррупционной акции протеста в марте. 20 тысяч москвичей на проспекте Сахарова требуют оставить их дома в покое. Организаторы особо подчеркивают, что акция не политическая. С митинга полиция выводит Алексея Навального. Мы нашему президенту пугаем. Кто дал право им брать президенту? Мэр Москвы Сергей Собянин на митинги реагирует ВКонтакте. Внимательно отнесемся ко всем содержательным заявлениям, прозвучавшим на митингах в Москве по программе реновации, в том числе противников программы. В ходе работы над проектом мнения москвичей будут максимально учтены. В этот же день мэрия Москвы запускает интернет-голосование по сносу пятиэтажек. Все, кто не проголосует, будут учтены как сторонники реновации. Еще через три дня Мосгордума приняла городской закон о реновации. В Госдуме обещают при рассмотрении федерального закона убрать из него все спорные моменты. А в Москве в эти выходные пройдет сразу два митинга против политики столичных властей. Так или иначе, они связаны с планами по проведению так называемой реновации, сносу жилья, расселение обитателей старых домов и строительство на их месте новых. Заявители митинга, который должен пройти в субботу, в качестве своих целей называют также и требование отменить закон о реновации в Москве, который уже приняла Мосгордума. Организатор митинга на полторы тысячи человек, член Общественной палаты Российской Федерации Георгий Федоров, призывает присоединиться к нему разные политические силы. А вот другая акция протеста должна состояться днем позже, в воскресенье. Марш и митинг против реновации, который собирает партия «Парнас» во главе с Михаилом Касьяновым. В качестве заявителей на этой акции фигурируют оппозиционеры Сергей Давидес, Геннадий Гудков и Эмиль Халиков. Заявленная численность до 10 тысяч человек. Зачем проводить два мероприятия, если можно собрать всех недовольных москвичей на одно? И можно ли там обойтись без политики? Давайте обсудим прямо сейчас. Я сегодня об этом поговорил с Георгием Федоровым и Эмилем Халиковым. Георгий Федоров и Эмиль Халиков на связи со студией «Настоящее время». Оба из Москвы. Спасибо большое, коллеги, что собрались. Спасибо вам. Спасибо вам. У меня вопрос и для вас, и для вас примерно одинаковый. Объясните мне, в чем смысл проводить две акции в один уикенд, если можно провести одну вместе. Первый, Георгий, вы, наверное. Ну, это так получилось спонтанно. Откровенно сказать, можно это использовать как такое, знаете, долгоиграющую. Первый раз в жизни две акции подряд и выступить на них обоих довольно-таки солидно. Но если из истории, то 24 марта на слушаниях в общественной палате, где инициативные группы собирались, было принято решение, что в конце мая 27-го числа мы проведем, есть, кстати, у Владимира Милова записи, мы проведем вот это вот большое мероприятие, митинг в Москве, где все вот эти инициативные группы объединятся со своими требованиями, не едиными, солидарными против мэрии для того, чтобы их услышали. После этого 14-е число наступило, где мы их поддержали и, как бы сказать, предлагали, кстати, оргкомитет, я предлагал общую акцию провести, но они не были услышаны. И дальше мы подаем на 27-й, а на следующий день, к сожалению, подают наши коллеги на 28-й. А вот я сейчас Эмилю задам вопрос, этот же Эмиль, вам тот же вопрос, зачем две акции, кто тут кому спойлер или нет никакого спойлера? Мы писали Георгию где-то две, может, полторы недели назад с предложением об объединении наших акций, на что последовал ответ, мне нужно посоветоваться с коллегами, и, собственно, до сегодняшнего дня второго ответа мы не получили. А не кажется ли вам, что только в случае, если вы не поднимаете политические лозунги, не агитируете за одну из партий, или не трогаете, не дай бог, президента в этой истории, никаким образом не выдвигаете к нему никаких требований, а просто обращаетесь к чиновникам мэрии и все, превращает проблему на уровень местной опускай. И только в этом случае вообще москвичи на любую из этих акций сейчас придут. Мы, собственно, и не выдвигаем никаких требований президенту, единственное, что мы требуем, это, ну, точнее, два пункта наших требований, это отставка Сергея Собянина и выкидывание в мусорное ведро законопроекта о реновации. Георгий, вам ответить теперь вы, потому что я сейчас задам вам вопрос, последний будет. Я могу сказать так, у нас чуть-чуть повестка шире, мы не только реновацию там обсуждать будем, у нас еще и точечная застройка, еще и снос гаражей массовый, еще и дольщики, которые туда подтянутся, еще и дальнобойщики собираются к нам. Георгий, вы требуете отставку Собянина? Конечно, требуем. Я скажу больше. Официально? Официально, по-моему, можно написать, что мы даже не только требуем, мы на митинге считаем, что мы фактически начинаем кампанию по отзыву Собянина. Раз, через муниципальные выборы, через... А почему это не политика? Почему это не политика, если вы и вы говорите, что это не политическая акция, а Собянина отставка, это разве не политика? Нет, я имею в виду политика под другим соусом. Я имею в виду, вот если посмотреть все акции, например, которые проводят отдельно политические партии, будь то Явлоко, КПРФ, там, не знаю, Справедливая Россия, с любыми лозунгами, они очень, как бы сказать, малоликвидны. Они собирают, ну, небольшое количество людей, потому что люди простые, граждане москвичи, те, которые устали от беспредела чиновников, те, которые, там, борются против точной застройки, они вообще на эти партии, ну, уже, как бы сказать, аллергии. Поэтому мы решили, это еще раз говорю, это не сейчас, не сиюминутно. Это раньше было, Георгий, я понял. Объясните мне теперь, пожалуйста, я хочу посмотреть, увидеть оба ваших сейчас лица, и чтобы зрители наши увидели. Скажите мне, пожалуйста, и вы, Эмиль, и вы, Георгий, как же мы дошли все до жизни такой, что для того, чтобы любую акцию собрать в Москве, нужно обязательно ее заявить, что она не политическая, и, там, я не знаю, условно, президента не трогать. Что произошло, что пошло не так? Ну, это совсем не так, у нас политическая акция, ее согласовали. Но почему вы тогда не идете до конца, почему остаетесь на местном уровне в своих требованиях? Что значит до конца? Ну, хорошо, вы будете говорить Путин в отставку? Давайте так, просто говорить. Мы будем говорить Собянин в отставку, Путину в отставку мы говорим каждый день. То есть это неважно просто сейчас? Ну, опять же... А вам кажется, что под лозунг Путина в отставку вы как раз 10 тысяч людей-то и не соберете? Нет, под лозунг... Полно не соберем, полно не соберем. Нужно понимать, что проблема... Одну секунду. Да, да, говорите, Эмиль, заканчивайте. Проблема как раз-таки действительно московская, И наша аудитория, конкретно, которая придет 28 числа, она не до конца уверена в том, что проблемы идут от Путина. Все окей. Вы ответили на самом деле. Спасибо большое, Извините. Георгий, теперь вы. Коллега прав абсолютно. Москвичи очень прагматичные люди, и, соответственно, они в требовании фильтруют через свой собственный интерес. В данном случае у нас совпадают интересы, что точные застройки Путин конкретно не виноват, потому что это на более низком уровне. Нет, он еще как в этом виноват, только нужно понимать, что это понимаем только мы с вами. Жители, к сожалению, не настолько образованы в плане политического обозрения, и они не понимают того, что понимаем мы. Это, к сожалению, нужно признать. Дайте, Георгий, ответьте, имели спасибо. Да, конечно, Георгий. Не надо жителей принижать. Жители образованные... Я ни в коем случае не уважаю. Точнее, не уважаю. Я говорю о том, что политпросвет в Российской Федерации, к сожалению, не на должном уровне. Георгий, все же, теперь ваши 30 секунд. Да, 30 секунд. Вот 14 числа на митинге против реновации были и против Путина, и те, кто против Путина. Были простые граждане, которые вчера, большинство, были вообще просто обыватели, они не разбираются в этих политических оттенках. Поэтому повестка должна быть адекватной, а не какой-то там сектантской, против кого-либо. Если мы понимаем, что система в Москве прогнила, и она преступна во многом, то мы должны выступать против системы. Предположить, что сейчас Собянин уходит, а приходит ли к суду. Что-то меняется? Нет. Поэтому мы должны выступать против системы конкретного управления в конкретном городе. И москвичи это видят и поддерживают. Спасибо. Георгий Федоров, Эмиль Халиков. В понедельник, я уверен, что, выйдя и рассказывая в новостях о том, как прошли митинги в Москве, мне удастся рассказать о том, смогли ли вы договориться или нет. Спасибо большое. Но это в Москве, а что в Санкт-Петербурге? По какому поводу готовы, например, протестовать петербуржцы? Мы спросили сегодня у жителей города. Да нет, меня все устраивает. Такого глобального, чтобы протестовать, нет. Нет, зачем? Ну, может быть, что-то не устраивает в стране. Все устраивает. Нет. Ну, пока меня все устраивает. Если не будут устраивать, чтобы не было. Ну, вот если нужно поддержать, например, с Украиной, я бы вышла. С Донбассом бы вышла. В конце апреля в Биробиджане возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Там рабочие одного из предприятий подрались с бойцами Росгвардии, которые попытались задержать предпринимателя Ивана Проходцева на не только застройщика, но и местного лидера оппозиции. А в Москве, тем временем, приговорили к восьми месяцам колонии актера Юрия Гулия, который схватил за плечо ОМОНовца во время акции против коррупции 26 марта. Еще три человека остаются под следствием, и они уже признали свою вину. Еще одна подобная акция в Москве может состояться уже 12 июня. Может ли протест в России обойтись без политики? И как тогда нужно поступать, чтобы власть услышала митингующих? Спросил я сегодня у политолога Глеба Павловского. Почему вдруг стало принято считать, что ловля покемонов в храме – это не политика, закон о реновации в Москве – это не политика, и требование отменить систему Платон – это не политика? Во-первых, те, кто устраивает массовые мероприятия, митинги, шествия, хорошо знают, что если мероприятие называется политическим, оно сразу теряет половину участников. Потому что люди плохо реагируют на это понятие. Они перестали верить политикам. И поэтому, когда говорят «политическое», а, ну это не для нас. Это для тех, которые в Госдуме, которые в телеэкране. Поэтому это можно понять. Конечно же, митинг 14 мая – это политический митинг. Как бы участники его против реновации не пытались его назвать неполитическим. Сразу возник спор, куда дальше. Это нормальный политический спор. Ведь политическое действие – это не моральное действие однозначное. Это всегда набор вариантов. Куда? Куда идем дальше? В сторону Навального, например. В рот и воруев! В рот и воруев! Вот тут вопрос возникает. А может так получиться, что из-за того, что они все теперь не политические, эти акции, и никто не стесняется их такими называть, несистемная оппозиция, как это принято было говорить, условный там, я не знаю, условный парнас, условный, я повторюсь, станет системной оппозицией. Несистемная оппозиция в новой политической ситуации должна будет бороться, конкурировать, это нормально. Но она системной становится? Ей можно теперь на улицу? Нет, она не становится системной. Просто она должна в каком-то смысле, как это не противно может быть ей, на равных конкурировать перед избирателем, перед гражданином, зрителем в сетях, с, скажем, Усмановым, не только там Жириновским, понимаете? То есть несистемная оппозиция потеряла свою негативную монополию, которую на самом деле надо потерять, потому что если мы хотим открытой сцены, на этой сцене может быть кто угодно. — Какой бы прогноз вы дали на будущее этих людей, которые выходят без политических лозунгов, защищать свои очень понятные права, если их вдруг не услышат? Они не превратятся, простите, в сирийскую оппозицию, когда они, конечно, понимают, что у них другого способа нет, кроме как? — Ну, мы все-таки в России, а не в Сирии. Я не думаю, что власти могут позволить себе далеко зайти в молчании. Смотрите, ведь Усманов заговорил. Я думаю, что будут говорить и другие. Власть не может себе позволить оторваться совершенно от населения, потому что тогда ей надо уезжать куда? В Китай? Это не очень удобно. — Власти комфортнее, когда ее не обзывают всякими политическими лозунгами? То есть она это воспринимает как диалог или что? — Нет, она это воспринимает пока как досадный звуковой фон, но история с пятиэтажками — это кризис. Кризис власти. Этот кризис углубляется. Пока он только углубляется, он не прекратился. И мы еще не знаем, как на него ответит власть, которая, по-моему, тоже еще не очень-то знает, как на него ответить. Она идет на уступку за уступкой, да? Но старается сохранить свою монополию на принятие решений. На то, что решение конечное за ней. Я думаю, что в какой-то момент ей придется делиться и здесь. Спасибо большое, Глеб Павловский, вышел на связь со студией «Настоящее время». Спасибо за ваше мнение. А в Госдуме сегодня состоялись слушания, посвященные молодежной политике, о которой российские депутаты и чиновники вспоминают постоянно после акций протестов 26 марта, когда на улицы российских городов против коррупции вышли не только взрослые граждане, но и подростки и даже школьники. С трибуны российского парламента о том, что нужно молодежи, высказались лидеры парламентских партий. Геннадий Зюганов показал сегодня брошюру для молодой аудитории, составленную нобелевским лауреатом 87-летним Жаресом Алферовым. Владимир Жириновский предлагал молодежи вступать в комитеты по объединению двух корей, а Сергей Миронов случайно перепутал стрит-арт, изображение рисунков на стенах, с распространенным заболеванием артритом. Перед депутатами, которые собрались обсудить молодежную политику в России, с трибуны выступал Саша Спилберг. Популярный в Ютьюбе видеоблогер Александра Балковская, которая ведет собственный канал с пятью миллионами подписчиков. Некоторые ее ролики просмотрены более 11 миллионов раз. Вот фрагмент из выступления Саши Спилберг в Госдуме. Что бы сделала я, если бы я работала на государство? Я бы изменила отношение к соцсетям, особенно тех государственных людей, которые работают с молодежью. Научила бы использовать эти бесплатные инструменты на полную мощность по умолчанию. Подписчики — это те же избиратели, только результаты видны в режиме реального времени. Каждое мое видео — это мини-выборы. В этом зале нет людей, которым нечего сказать. Не бойтесь показать свое человеческое лицо, свою семью, увлечение и, самое главное, работу. Скажите своим детям, что хотите быть активными в социальных сетях, и они вам помогут. Тогда, через некоторое время, государство превратится для молодежи из абстрактного понятия в конкретных людей. Сегодня в московскую студию настоящего времени пришел отец Саши Спилберг и основатель агентства «ЗЭЦ», которое, собственно, и занимается сопровождением работы некоторых популярных видеоблогеров, Александр Балковский. Но вы же обещали, что ни вы, ни ваши блогеры не будут заниматься политикой. Что происходит? Я ждал этого вопроса. Сказать могу только одно. Я менеджер моих блогеров, и их настроения периодически меняются. И та ситуация, которая произошла, мне было как менеджеру дано указание все организовать, потому что мой главный клиент, Саша Спилберг, она захотела принять участие в парламентских слушаниях. А что изменилось в настроении Саши Спилберг, что ее заставило прийти на заседание о молодежной политике? Во-первых, уровень приглашения. Ее пригласил лично вице-спикер Госдумы. Я думаю, что при любом раскладе на это предложение и приглашение нужно было откликнуться, потому что это очень серьезный уровень приглашающей стороны. И сама вот то, что люди на таком уровне хотят начать диалог, это не предполагает отказа. Это глупо и по-детски. Как вы думаете, вы считаете, что вот сегодня Саша Спилберг, которая сказала про открытость в социальных сетях, она и вы, в первую очередь, как менеджер успешных YouTube-блогеров, думаете, что вот эти люди, сидящие в зале на охотном ряду, могут себе позволить такой уровень открытости? Я думаю, что Сашу Спилберг позвали для того, чтобы спросить, что она думает о налаживании диалога между государством и видеоблагосферой. В том числе, она в своем выступлении сказала, что если бы власть была более открытой, и что если бы представители власти избранные, то есть депутаты, были бы прозрачны, настолько, насколько прозрачна она, то, возможно, диалог с молодежью, он шел бы по-другому, нежели он идет сейчас. Да, или это были бы другие депутаты. А интересно... Ну, будут же другие депутаты когда-то. Ваша дочь, например? Не думаю, не думаю. Ну, давайте не будем вот это вот семейное. Я же менеджер ее в первую очередь. Ну, просто вы хорошо осведомленный менеджер. Я не хочу ни в коем случае сейчас принизить самостоятельность вашего клиента Саши Спилберг. Планирует ли Саша Спилберг стать депутатом? Такой был вопрос. Да. Мы с ней пока это не обсуждали. И ей это никто не предлагал. Что значит взаимодействовать блогосферой, видеоблогерами? Это значит, что они придут за советом к вам или к другим видеоблогерам, я имею в виду депутаты, или придут с каким-то заказом? Я думаю, что они уже пришли за советом, потому что при самом начале этого диалога, то есть я как менеджер совершенно четко обозначил свою позицию, что заказов у нас в коммерческой сфере достаточно. Тогда последний вопрос. Поэтому это может быть... Я понял, да, у вас нет заказов в коммерческой сфере. Вы об этом говорили уже в нашем интервью. Последний вопрос. Если не придут за деньгами, то что они вынесли из разговора с Сашей Спилберг? Вот как вы считаете? Может быть, они вам сказали это в кулуарах? Ну, во-первых... Нет, нет, нет. Во-первых, она сказала то, что она думает. Она сказала откровенно. У нее было короткое, но емкое выступление. А что они-то думают? Она сказала, что они думают... Я не знаю, что они думают, но в кулуарах всем понравилось. И слова были такие, что будем дальше взаимодействовать, будем спрашивать, как это вообще происходит. Что очень большой прорыв, я считаю. Традиционная перекличка городов и стран, в которых вы прямо сейчас смотрите эту программу в Фейсбуке на странице настоящего времени. Кстати, в Ютьюбе ее тоже можно смотреть, не только в кабельных сетях. Вот некоторые я сейчас вам назову и припомню. Из комментариев, которые прямо сейчас вы пишете, их я черпаю. Киев, Германия, Донбасс. В Азербайджане нас смотрят, в Санкт-Петербурге. Иван Петров с Юпитера. Так и написал. Там, видимо, и смотрят. Из Мальты и из Далласа. Удивительно, в Далласе сейчас, если я не ошибаюсь, начало дня. Тбилиси, Лейпциг и много-много других городов. Прямо сейчас продолжайте нас смотреть. И вот, что вы увидите дальше. Дональд Трамп стал первым президентом США, который побывал у Стены Плача в Иерусалиме. Подробности первого визита Трампа в Израиль. За минувшие сутки на Донбассе были ранены двое военных. Основные обстрелы в районе Авдеевки. Нелюбовь Андрея Звягин совалидирует в рейтинге критиков в Каннах. Какие премьеры проходят сегодня? Дональд Трамп стал первым президентом США, который побывал у Стены Плача в Иерусалиме. В ранге президента. Сегодня первый день визита хозяина Белого дома в Израиль в рамках его зарубежного турне, которое началось в Саудовской Аравии, а завершится на саммите G7 в Италии. Сегодня Трамп в еврейском мужском головном уборе Кипе помолился у Стены Плача и оставил там записку. А что еще успел сделать американский президент на Святой Земле? Специально для настоящего времени главный редактор Девятого канала Израиля Дмитрий Дубов. Первый день визита американского лидера Дональда Трампа в Израиль прошел, скажем так, несколько сумбурно. До последнего момента не было понятно, каковой будет программа визита Дональда Трампа в Израиль. Она на самом деле менялась. Вот эту трассу, которую вы видите за моей спиной, первая трасса, которая ведет из Тель-Авива в Иерусалим, сегодня неоднократно перекрывалась сильными силами полиции, что провоцировало очень такие большие пробки фактически по всей территории Израиля, по крайней мере, центра страны. Все это было связано с прилетом Дональда Трампа. Его самолет несколько задержался сегодня в аэропорту Бен-Гурион. Но вот прибыв в Израиль, Дональд Трамп сделал нечто, что от него, пожалуй, не так ожидали. Он превратил этот визит в Израиль, сразу перевел его в политическую плоскость, заявив о том, что он реанимирует, по сути, Саудовскую мирную инициативу. Об этом он говорил, выступая в резиденции президента Израиля Роувена Ривлена. И именно на этой Саудовской мирной инициативе будет построен американский план примирения сторон, примирения израильтян и палестинцев. И он лично, Дональд Трамп, намерен сделать все, чтобы все-таки усадить Израиль и палестинскую автономию за стол переговоров и прекратить вот этот многолетний ближневосточный конфликт. Но если посмотреть на палестинскую сторону, то сегодня в палестинской автономии было очень много волнений. Тяжелый там день, там столкновение палестинцев силами безопасности Израиля. Они обещали устроить такой день гнева, приуроченный к визиту Трампа в нашу страну. И свое обещание они сдержали. На КПП «Колландия», который разделяет Иерусалим и Рамалу, а также в городе Вифлеем, где завтра побывает Дональд Трамп, сегодня шли беспорядки. Уже известно о восьми пострадавших с палестинской стороны, а о пострадавших с израильской стороны ничего не сообщается. Завтра, Дональд Трамп, повторюсь, приедет в Вифлеем, и после этого уже в Иерусалиме он произнесет свою такую программную речь в музее Израиля. И вот там мы уже точно и конкретно узнаем, в чем же заключается его план окончания ближневосточного конфликта. Ранее Дональд Трамп призвал к миру арабские страны. В столице Саудовской Аравии, Рияде, обращаясь к мусульманскому миру, президент США призвал к созданию коалиции наций Ближнего Востока, которая бы возглавила борьбу с радикальными идеями исламистов. Подробнее об этом Екатерина Бучнева. Речь Трампа в Рияде уже назвали исторической. Он обратился к полусотне мусульманских лидеров с призывом искоренить религиозный экстремизм. В воскресенье страны Персидского залива подписали соглашение о предотвращении финансирования исламистов. США хотят, чтобы не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире был мир. Безопасность и прогресс. Мусульманские страны должны взять инициативу в борьбе с радикальными идеями. Сегодняшний день станет началом мира во всем регионе. Это битва не между религиями, сектами или цивилизациями. Это битва между варварами, преступниками, от которых страдают порядочные люди. И все это под прикрытием религии. Это битва между добром и злом. Трамп осудил притеснение христиан в Сирии и Ираке и призвал все страны Ближнего Востока к толерантности. По его словам, мир в регионе возможен. Даже между Израилем и Палестиной. А вот Иран Трамп призвал изолировать. До тех пор, пока власти страны не свернут свою ядерную программу. В Иране, где в субботу на президентских выборах победил действующий президент Хасан Рухани, визит Трампа на Ближний Восток расценили как угрозу. И хотя Рухани выступает за реформы и сотрудничество с другими странами, вести дело с новой администрацией США ему будет непросто. Саудиты не любят Иран, израильтяне не любят Иран. Многие в окружении Дональда Трампа и вообще в Конгрессе США не любят Иран. Так что у них есть нечто, с чем все согласны. Они разделяют неприязнь к Ирану. И они здесь для того, чтобы создать нечто вроде арабского НАТО и оказывать давление на Тегеран. В Ирлияде Трамп действительно подписал несколько военных контрактов. А Саудовская Аравия закупит у США оружие более чем на 100 миллиардов долларов. Всего лидеры договорились о сделках на 400 миллиардов. О разногласиях в ходе двухдневного визита не вспоминали. Трамп не заводил речь о несоблюдении прав человека в Саудовской Аравии, за что ее часто критикуют на Западе. А король Салман Ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд не напоминал Трампу о противоречивом запрете на въезд в США для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением. В ходе встречи Трампа наградили орденом короля Абдул-Азиза, высшей гражданской наградой королевства, которой ранее удостаивались Барак Обама и Владимир Путин. А в завершении визита Трампа Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты объявили о пожертвовании в 100 миллионов долларов в фонд Иванки Трамп. Он должен помогать развиваться женщинам-предпринимателям Ближнего Востока. Дочь президента и его советник заявила, что не будет участвовать в управлении фундом. Деньгами распорядятся представители Всемирного банка. Вашингтон думает заменить военную помощь Украине кредитами. Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, эти деньги якобы предназначаются для закупки американского военного оборудования. Напомню, что бюджет Пентагона на текущий год предусматривает в отделении Украине 350 миллионов долларов военной помощи. Это на 50 миллионов больше, чем в прошлом году. Документ предусматривает предоставление Киеву летального оружия, а также помощь в подготовке штабных офицеров и высшего командования. В это время на востоке Украины продолжаются обстрелы. По сообщениям Министерства обороны, за минувшие сутки на Донбассе были ранены двое военных. Боевики так называемых ДНР и ЛНР 48 раз открывали огонь по украинским военным. Вновь была обстреляна Донецкая фильтровальная станция. Чаще всего режим тишины нарушался на подступах к Авдеевке. С места обстрелов репортаж нашего корреспондента. Сейчас в Авдеевке тишина на окраинах города, не слышны взрывы. Это редкая ситуация, так как прошлые выходные уже в это время начались обстрелы украинских позиций. Как говорили военные, активно работал и снайпер. Кроме этого, также работала и вражеская артиллерия. Снаряд прилетел в район населенного пункта Красногоровка, возле Авдеевки, и там уже был пожар. Пока не удалось установить, какой это был снаряд, с чего это стреляли. Кроме этого, мне удалось увидеть, как обстреливают позиции украинских военных в районе Красногоровки, Маринского района. Там работали из минометов и стрелкового оружия. В конце апреля глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова заявила, что за три года с начала войны на Донбассе уже погибли минимум полторы тысячи российских военных. Около пяти тысяч получили ранения. Москва информацию об участии своих военных в боевых действиях на Донбассе не раз опровергала. Россия и Турция подписали меморандум о взаимном снятии санкций. Москва снимает ограничения на поставки товаров и использование рабочей силы из Турции, ну и ждет симметричных действий от Анкары. Но однако один запрет все же останется. Воз в Россию турецких овощей пока отменять не собираются. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Церемония подписания состоялась в Стамбуле на полях саммита организации черноморского экономического сотрудничества. О других новостях этого дня коротко расскажет моя коллега Катерина Кочкина. МВД России отчиталось о задержании хакеров, похитивших 50 миллионов рублей. Это почти 900 тысяч долларов. Жертвами их действий стали более миллиона человек. По версии следствия, подозреваемые создали компьютерный вирус Троян, который позволил им получить доступ к смартфонам и с помощью скрытых СМС-переводов отправлять деньги на свои счета. Вирус распространялся через СМС-рассылку и с помощью подделок под известные приложения для смартфонов на Андроиде. По делу о мошенничестве в сфере компьютерной информации задержаны 20 человек. Руководителем группы в МВД называют 30-летнего жителя города Иваново. По меньшей мере, 24 человека пострадали при взрыве в госпитале в центре Бангкока. Взрыв в больнице, где проходят лечение отставные военнослужащие, произошел в день годовщины военного переворота в Таиланде в 2014 году. Ответственность за атаку пока никто не взял, но власти подозревают мусульманских сепаратистов с юга страны и оппозицию, противостоящую военному режиму. По предварительным данным, взрывное устройство было спрятано в пакете в аптеке больницы, сообщает полиция. Сейчас департамент по взрывоопасным веществам очистил госпиталь. Кроме того, мы усилили меры безопасности. 9 мая два взрыва прогремели у супермаркета таиландского города Патани. Тогда ранения получили 40 человек. Безвизовый режим с Евросоюзом для граждан Украины вступит в силу в ночь на 11 июня. Сегодня сообщение об отмене визовых требований для украинцев было опубликовано в официальном журнале Евросоюза. По законам ЕС решение вступает в силу через 20 дней после публикации, то есть в полночь 11 июня. С этого момента все граждане Украины с биометрическими паспортами смогут свободно посещать все страны Евросоюза, кроме Великобритании, а также Исландию, Норвегию и Швейцарию, которые не входят в ЕС, но подписали Шенгенское соглашение. Граждане Украины смогут находиться в Европе 90 дней в течение каждого полугода, но безвизовый режим не дает права на работу. В Турции приговорили к пяти годам тюрьмы подозреваемого в убийстве пилота российского Су-24. Аль-Параслана Чилика признали виновным в незаконном хранении оружия. Адвокат Чилика подчеркнул в интервью агентства РИА Новости, что дело о гибели российского пилота суд еще не рассматривал. Расследование по нему продолжается. Российский штурмовик Су-24 был сбит 24 ноября 2015 года турецким истребителем. Пилот Олег Пешков катапультировался, но был убит огнем с земли. Штурман капитан Константин Мурахтин приземлился живым вне зоны обстрела. Аль-Параслан Чилик тогда заявил, что стрелял по Пешкову, но после ареста отказался от своих слов. Еще один громкий процесс в Турции. В Анкаре начался суд по делу о попытке государственного переворота. На скамье подсудимых 221 человек, в том числе 25 высокопоставленных генералов и бывший командующий ВВС Турции Акинос Тюрк. Процесс проходит в тюрьме Синджан в Анкаре. Охрану объекта несут более полутора тысяч сотрудников спецназа жандармерии. На крышах тюрьмы и соседних зданий дежурят снайперы. В повышенную боевую готовность приведены дислоцированные в окрестностях силы ПВО. Собравшиеся вдоль ограждения сторонники Эрдогана требуют смертной казни для подсудимых, которых они, вслед за турецким президентом, называют террористами. Попытка государственного переворота произошла в Турции 15 июля прошлого года, но оказалась неудачной. После этого турецкие власти арестовали более 47 тысяч человек по подозрению в причастности к Пучо. Еще 130 тысяч человек были уволены с работы. Мексиканская прокуратура ведет расследование инцидента с участием россиянина Алексея Макеева в курортном городе Канкун. Около сотни разгневанных местных жителей пытались его линчевать за систематические оскорбления соседей и прохожих, которые он выкладывал в Ютуб. В драке российский гражданин смертельно ранил одного из нападавших, а сам получил тяжелые ранения. Видеозапись этих событий очевидцы передали прессе. Подробнее Алена Островская. Эти кадры сняты в ночь на субботу в курортном городе Канкун на востоке Мексики. Толпа разгневанных местных жителей собралась у дома, где проживал россиянин Алексей Макеев. Регулярно публиковавший ролики с оскорблениями в адрес прохожих. Его прозвали «русский лорд-нацист». По данным мексиканских изданий, один из пришедших, невзирая на предупреждение полиции, вошёл в дом. Макеев нанёс ему несколько ножевых ранений. Мужчина позднее скончался в больнице. 42-летний россиянин пытался сбежать через крышу, но его поймали и избили. Макеева доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и ввели в состояние искусственной комы. Он находится под усиленной охраной в качестве задержанного по делу об убийстве. По сведениям российских изданий, Макеев – уроженец подмосковной электростали. В России его также задерживали за хулиганство. Как и в Мексике, он толкал и оскорблял прохожих. Мужчина неоднократно находился на принудительном лечении. И вот как прямо сейчас сообщает мексиканская прокуратура, по крайней мере, это сообщение попало на ленты ТАСС. Россиянин Алексей Макеев пришёл в сознание, и прокурор собирается начать его допрашивать. Инцидент со случайной стрельбой в подмосковной полиции капитана Екатерина Полевода теперь может нормально есть, говорить и улыбаться. А 3 ноября прошлого года прямо из отдела полиции подмосковного Фрязина её увезли на скорой. Диагноз – огнестрельное пулевое ранение в лицо с раздроблением нижней челюсти, двойным переломом со смещением и частичная утрата языка и зубов. После выздоровления руководство наложило на Екатерину взыскание. Капитан Полевода с наказанием не согласный, пытается добиться правды. Почему разбирался собственный корреспондент настоящего времени в Москве Анна Зелькина? Двойной перелом, вот эти осколки остались, да, и она остановилась вот на этом зубе, поле. То есть она его выбила и здесь же осталась во рту, а я её вместе с зубами выплюнула потом. Капитан полиции Екатерина Полевода профессионально спокойно рассказывает о полученном тяжёлом ранении. В тот день после стрельб она сдавала в оружейной комнате два боекомплекта, свой и коллеги Юлии Андреевой, которая попросила об услуге. Пистолет Екатерины без патронов дежурный Андрей Илющенко принял первым. Оружие Юлия в его руках выстрелила. Пуля рикошетом вошла Кате в правую щёку. Если дежурный берёт на себя такую ответственность, что он сказал, что он примет, то он должен был всё проверить. Это он должен был давать себе отчёт в том, что это не мой пистолет, я его только спустила вниз и всё. Сейчас на лице красивой молодой женщины шрам почти незаметен. Постарались врачи. Челюсть собирали по кусочкам. Два месяца в больницах, тяжелейшие перевязки и питание через назогастральный зонт. Как всё-таки больно, неприятно, морально это так опускает человека на самом деле. Когда ты работаешь в отделе полиции с людьми, не с животными, от которых ждёшь поддержки. Работаешь плечом к плечу. Вы одна команда. Вы работаете заодно. Здесь тишина. Просто вот глухая тишина. Никто из отдела полиции Фрязина даже не позвонил. Никто даже не приехал. Помогали немногочисленные друзья и коллеги по службе. Дома двое детей, 11 и 12 лет. Муж Екатерины, замначальника ОВД Щёлкова, полковник Роман Рудницкий, буквально ночевал в больничном коридоре. Выхаживал Катю. Заниматься расследованием было некогда. Я ещё раз говорю господам из прокуратуры, меня поражает, где же их надзор. Вот меня поражает, понимаете, 6 месяцев. Никто, повторюсь в своих словах, никто не говорит о конкретном, например, сейчас конкретнике, да? Почему вы по факту не возбудите? Неожиданно виноватой в произошедшем назначили Катю. Первая служебная проверка Следственного комитета показала, что капитан полевода стреляла в себя сама из собственного оружия. Из разговора со следователем сразу после выписки из больницы Екатерина узнала, что её коллеги по отделу единодушно это подтвердили. А баллистическая экспертиза показала, из пистолета Кати стреляли. Позднее подполковник полиции в отставке Альберт Хабчаев, единственный не согласившийся на сговор, рассказал, что к фальсификации причастен замначальника Щёлковского управления полиции Владимир Катков. Катков мне дал указание вытащить из оружейной комнаты пистолет полевода. Я думал, это необходимо для того, чтобы передать ПМ комиссии с главка. Но Катков с пистолетом зашёл за угол, где нет видеокамер, засунул оружие в пакет и выстрелил. Потом вернул мне оружие полевода и велел положить обратно, а гильзу достал из пакета и пристроил на окошко. Обо всех этих манипуляциях я позднее рассказал следователю Следственного комитета. Первую служебную проверку отменили. Результатом второй проверки, которую провело Управление собственной безопасности, стало заключение о том, что роковой выстрел произвела не Екатерина. Тем не менее, 9 марта, когда инспектор вернулась на работу, приказом начальника Щёлковского управления полиции Дмитрия Рябова её предупредили о неполном служебном соответствии. Полковника полиции Романа Рудницкого, мужа Кати, уволили в одну ночь. Просто отменили решение о продлении его срока службы в полиции. Если люди позволяют себе это делать с полковниками, то можно себе представить, что они могут делать это со всеми простыми солдатами. А ведь мы просто солдаты. Просто солдаты. Роман теперь называет себя гражданским человеком. Говорит, что мог бы ещё послужить родине, но в такой полиции он работать не будет. Вместе с женой готов идти до конца. Екатерине ещё предстоят сложные протезирования и реабилитация. Она продолжает работать в том же отделе полиции во Фрязино, с коллегами ведёт себя осторожно. Говорит, приходится перестраховываться, но увольняться не собирается, пока не добьются правды. Анна Зелькина, Игорь Дорошенко, телеканал «Настоящее время». И телеканал «Настоящее время» получил официальный ответ из Следственного комитета. Там ведётся проверка, назначены экспертизы. По результатам будет принято процессуальное решение, говорится в этом ответе. К другим новостям. Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» лидирует в рейтинге кинокритиков на Каннском фестивале. При максимальной оценке в 4 балла «Нелюбовь» набрала 3,2 балла. Второе место делят между собой «Изумлённый» Тодда Хейнса и «Квадрат» Рубина Остлунда. На третьем месте 120 ударов в минуту Рубина Кэмпина. О премьерах сегодняшнего дня фестиваля «Изкан» специально для «Настоящее время». Андрей Войтович. 70-й юбилейный Канский фестиваль на полпути, хотя кинокритики не расслабляются. Сегодня внимание любителей кино приковано к нескольким картинам. Это хэппи-энд австрийца Михаэля Ханеки, двукратного обладателя «Золотой пальмовой ветви». Фильм «Окче» режиссера Пон Джун Хо и истории семьи Майровиц-Ноа Баумбаха. За обоими стоит компания Netflix. Событие историческое, если не скандальное. Ну и еще одна картина «Убийство священного оленя» режиссера Йоргаса Лантимоса, автора Лобстера, получившего приз жюри в 2015 году. Что касается хэппи-энда Ханеки, трагикомедии «Сизабель Упер», то критики уверены, что счастливого конца в виде пальмовой ветви в этом году для австрийского режиссера не будет. Фильм полностью погружен в современный контекст не только Франции, но и Европы. Фильм затрагивает проблемы нетерпимости и расовой сегрегации. Его действие происходит во французском городе Кале, в котором в прошлом году демонтировали лагерь для беженцев под названием «Джунгли». Проблема миграционного кризиса есть, но она не первостепенна в этом фильме. По мнению кинокритиков, это не самый сильный фильм режиссера, поэтому шансов на пальмовую ветвь у него мало. Да и в истории еще не было примеров, когда режиссер становился победителем КАН трижды. КАНский фестиваль и Netflix – такую комбинацию было невозможно представить, но в официальную программу 70-го кинофестиваля вошло два фильма. Правда, теперь у Netflix конфликт с руководством фестиваля. Компания прокатывает свои фильмы в сети, а по французским законам нельзя выкладывать в интернет фильмы, которые прошли в прокате меньше трех лет назад. Поэтому Netflix в этом году отказался показывать свои картины во французских кинотеатрах. Показ фильма «Окча» южнокорейского режиссера пришлось остановить из-за того, что зрители освистали фильм. Как только на экране появилась эмблема гигант стриминга, публика начала шуметь, хотя, возможно, это было связано с тем, что в момент начала показа на экране нарушили пропорции сторон. Ответить критикам вызвалась актриса Тильда Суинтон, играющая в фильме, которая не имеет ничего против участия Netflix в современном кино. Суинтон сказала, что в Каннах показывали много фильмов, которые потом не вышли на большие экраны. Второй фильм платформы Netflix – истории семьи Майровиц Ноа Бамбаха, выступающий также под этикеткой Netflix, публика восприняла на удивление аплодисментами. Ну и фильм «Дня» – это картина греческого режиссера Йоргеса Лантимоса «Убийство священного оленя», рассказывающий историю о враче-хирурге, совершающего немыслимую жертву, подростка которого он хочет усыновить после смерти отца последнего. По мнению критиков, фильм может получить самые высокие награды кинофестиваля. Ну а для русскоговорящего зрителя загадкой по-прежнему остаются две картины. Фильм «Кроткая» Сергея Лозницы, который вместе с нелюбовью Звягинцева включены в основную программу, а также фильм «Теснота» молодого режиссера Кантемира Балагова, вошедший в престижный конкурс молодых режиссеров «Особый взгляд». Андрей Войтович специально для «Настоящего времени» из КАН. Ну и напоследок скажу, что проект «Реальное кино» телеканала «Настоящее время» напоминает нам всем, что сразу после окончания этой программы в эфире телеканала «Настоящее время» будет показан документальный фильм «Бродский не поэт», автор Антон Жилнов и Николай Картозия. Его смотрите вы буквально через пять минут. Я на этом с вами прощаюсь. Я, Тимур Олевский, вернусь в эту студию завтра и обязательно расскажу вам что-нибудь новое. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова